Всем привет, с вами Денис Мейджор, и это мои персональные игровые итоги 2023 года. На всякий случай отмечу, да, именно персональные. Поэтому, если вы пришли сюда услышать игры, которые, не знаю, выбрали лучшими в этом году какие-то другие журналисты и блогеры, то, сорян, здесь будет только мое личное мнение. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет. Также я не стал делать отдельное видео только про игры на Nintendo Switch, и отдельно вообще. Ну, во-первых, а зачем? Nintendo — это очень важная часть игровой индустрии, одна из самых важных, вообще говоря. Во-вторых, в этом году именно от них выходила больше всего годноты. Но сначала хочется отметить, что в целом 2023 год оказался каким-то прям шикарным в плане игр. От просто хороших, ну, такие-то уже должны быть, до шедевральных. Конечно, какие-то там отстойные слабые проекты тоже были, но, учитывая, опять же, количество годноты, и про них можно даже и не вспоминать, и, в принципе, не расстраиваться от того, что они тоже были. Пусть будут для баланса. В конце концов, если бы не было плохих игр, может быть, мы бы не так ценили хорошие. В последнее время, правда, нередко бывает такое, что выходят настолько плохие игры, что мы начинаем больше ценить те игры, которые раньше считали плохими. Тоже, кстати, очень важное и полезное дело. Короче, я отобрал лично для себя 6 игр, и еще хочу буквально пару-тройку проектов отметить в качестве внезапного открытия. Типа, я ничего не ожидал, и, может, вообще даже не знал, а получилось прям здорово и клево. Но, может быть, мало пока наиграл, чтобы включить в топ. Или, ну, считаю, что в топе этой игре делать прям нечего, вот прям в топе лучших игр. Но отметить все равно стоит. Но начнем с моего топ-6. Почему 6? Ну, так получилось, и я, честно, не стремился к какому-то определенному числу, но я решил, что и исключать какую-то вот из игр из этого списка не стоит. И на шестом месте у меня Diablo 4. Да, я понимаю, это, наверное, неожиданно от меня такое слышать, или вообще от кого-либо, что вот в топе лучших игр Diablo 4 в этом году. Но с Diablo 4 вообще вышло, знаете, так очень неоднозначно. Сначала игра, когда готовилась к выходу, были прям спорные. Кто-то ругал, кто-то хвалил. Какие-то были утечки, потом бета была. В бету было опять не войти. И это тоже вызывало негатив. Но потом вышел релиз. И на релиз вроде как все было хорошо. Правда, потом всем надоело, что усложнили. Еще с первым патчем особенно усложнили. Сделали просто более душным и долгим прокачку. Я лично ругал игру за то, что она однообразная в плане локаций. То есть даже разные локации выглядят примерно одинаково. И короче говоря, после вот первого такого в целом положительного впечатления, Diablo 4 даже для меня на какое-то время спустилась вниз в список чуть ли не худших проектов 2023 года. Но потом произошло несколько событий, которые позволили мне пересмотреть положение Diablo 4 лично в моем топе. Учитывая, что у игры довольно длинная поддержка и сезоны будут выходить еще и дальше. Не факт, что впоследствии я снова не буду пересматривать эту игру. Но что ж поделаешь, Diablo 4 относится к отряду сервисных игр, у которых длительная поддержка. И в течение этого времени, этой поддержки, они могут то взлетать, то падать. И это абсолютно нормально. Такое же было, например, с Destiny 2. В которую я тоже долгое время прям играл с удовольствием, мне все нравилось. А потом с новыми обновлениями мне что-то все стало бесить, бесить. Да и вообще сейчас очень сложно найти фаната Destiny, который фанател от нее когда-то. И вот до сих пор считает ее потрясающей игрой. Но с другой стороны, и то время, которое человеку было интересно в игре. И не один десяток, а то и не одна сотня часов. Это тоже как-то из жизни не выкинешь. Ну так вот, Diablo 4. Во-первых, разработчики выкатили сезон с вампирами, который оказался действительно интересным. Потому что он расширял и геймплейные возможности. В мире игры, который теперь у нас, ну почти как в ММО, единый мир для всех игроков. Стало больше событий, стало больше врагов. Больше каких-то параметров, характеристик, факторов, на которые можно и нужно обращать внимание. И это первое событие, которое произошло. А второе событие, я просто понял, что мне не нравится на самом деле в Diablo 4 играть за варвара. Я его вообще удалил. Создал нового сезонного персонажа Разбойника. И оказалось, что Разбойник в Diablo 4 предоставляет мне именно такой геймплей, которого я в принципе ждал от диаблоидов. У Разбойника есть и ближний бой, есть и дальний бой с отдельным оружием, есть всякие перекаты, дэши, есть возможность расставлять ловушки, ну и всякие там отравления. То есть и динамика, и ближний дальний бой, и уклонение, и вот этого всего мне не хватало в геймплее за варвара. Хотя я помню, что во второй и в третьей Diablo мне за варвара нравилось играть. Ну то ли я изменился, то ли Diablo изменилось. А скорее всего и то и другое произошло, но тем не менее сейчас и я играю в Diablo 4 и мои знакомые, которые тоже забрасывали на какое-то время Diablo 4, вкатились в нее снова. Мы вместе снова проходим сезон и нам весело. Более того, классно, что теперь сделали игру такую, что любой даже новичок может вот войти в игру, сразу создать даже сезонного персонажа, сразу пойти играть с теми, у кого уже уровень выше. Потому что уровень монстров подстраивается под каждого, то есть, ну это в принципе как было и в других каких-то играх, как было в Fallout 76 или в Elder Scrolls Online, которые кстати ММО и в Diablo 4 много моментов с ММО, но дело не в этом. Дело в том, что реально вместе можно играть даже людям, которые сильно разный уровень имеют. Естественно, что у кого слабее уровень, у него скорее всего нет еще нормальных мощных умений, у него нет нормального мощного шмота, но в целом это все равно не мешает ему играть. Ну и таким образом можно играть вместе, получать удовольствие. Единственное, глюки бесят, когда в какие-то моменты то ли нагрузки на сервера повышаются, то ли что, и начинают тебя телепортировать куда-то. Это да, это напрягает, но в остальном я получаю удовольствие. Едем дальше. Пятое место и игра Агата Кристи «Убийство в Восточном Экспрессе». Это, кстати, тоже одна из тех игр, от которых я вообще ничего не ожидал. Ну, кроме того, что я, в принципе, люблю и Агату Кристи, и конкретно «Убийство в Восточном Экспрессе», ну, мало ли, я раньше как-то не очень ценил игры «Детективы», и в обзоре вот этой игры я рассказывал почему, потому что в основном это не очень интересно, и лучше книжку почитать. Но конкретно эта игра, Агата Кристи «Убийство в Восточном Экспрессе», мне настолько понравилась, что я прошел ее полностью. Прошел там есть и основная сюжетка, которая как в книге, да, с концовкой, и есть дополнительная сюжетка, которая, ну, да, она слабее, чем основная, которая по книге, но в целом тоже ничего. Однако здесь мне понравился и геймплей, и, ну, естественно, сюжет, ну, я его знаю, конечно, но тем не менее здесь добавили больше деталей, которых не было в книге, и даже, как я уже говорил в обзоре, для фанатов книги, которые знают ее практически наизусть, это я, даже для таких людей, мне кажется, в игре много интересного. И потом, когда я прошел Агата Кристи «Убийство в Восточном Экспрессе», я пошел и купил еще предыдущие части от тех же самых разработчиков, там есть тоже по Агате Кристи с Иркюлем Пуаро «Убийство по алфавиту» ABC Murders, и есть «Первые дела». И, честно говоря, мне не очень понравилось, но ABC Murders вообще, по-моему, полный отстой, то есть там мы смотрели на стриме по геймплею, прям, вот, вообще разработчики еще не знали, что делать вот в игре. Как делать детектив? Там такой бред, посмотри на него и определи, какое настроение у человека. Да, звучит знакомо. В какой-то игре мы это уже видели, и та игра тоже была, честно говоря, не особо, но лучше, чем ABC Murders. «Первые дела» она уже получше, она уже ближе к тому, какой стала Агата Кристи «Убийство в Восточном Экспрессе», но именно «Убийство в Восточном Экспрессе», как самая последняя игра, ну, самая свежая, я имею в виду, в ней прям вот улучшили максимально геймплейную формулу и сделали ее интересной всю, а не просто сюжет, который ты можешь узнать и без того в книге. Лично я проходил эту игру на Nintendo Switch, но, если что, она есть и на ПК, и, по-моему, ну, на PlayStation точно, на Xbox сейчас не уверен. Конечно, на Nintendo Switch там есть, ну, свои минусы технические в основном, хотя, в целом, проходить можно было. Короче, все технические проблемы играть здесь не мешают, тем более, что это довольно медленный детектив, а не какая-то экшн-игра. Едем дальше. Четвертое место «Metroid Prime Remastered». Ну, это такой ремастер, что практически даже ремейк, поэтому я, ну, не мог его не включить сюда, потому что, знаете, вот самый главный момент, почему вот мне так зашел ремастер, не за графики, хотя ее потрясающе переработали и оставили производительный 60 FPS, это очень круто, очень плавно и приятно играется, но больше всего мне понравилось управление, ребята, серьезно. Когда я думал о том, вот бы Metroid Prime портировали бы на Nintendo Switch, и когда я думал, вот какое управление я там хочу. Изначально, если что, первая-вторая часть Metroid Prime выходила на GameCube, но на GameCube управление было специфическим. Там второй стик у геймпада, я уже много раз его называл недоразвитым, желтенький этот маленький, и его в основном не использовали для прицеливания, то есть прицеливание было на одном стике. Да, там были различные ухищрения для этого, там зажимаешь триггеры, у тебя автоприцел, и ты там можешь крутиться вокруг цели, но хотелось все равно более современного управления. На Wii и на Wii U, я проходил игру на Wii U, ну, по сути, версию для Wii, и там, конечно, получше сделали, потому что ты можешь прям целиться моушн-контролом по всему экрану, но я уже много раз говорил, что в последнее время мне перестает нравиться моушн-контрол, именно когда ты руками сидишь-машешь. Другое дело, там гироскоп в геймпаде, когда небольшие подцеливания, а когда прям вот полностью сидишь, размахиваешь руками, играя в длинную довольно-таки игру, это не очень удобно. И вот я когда думал, как я хочу, чтобы сделать управление, представлял это себе в голове, они сделали именно так, они сделали потрясающе удобное управление. Я играл на Switch Pro Controller, проходил эту игру, мне очень понравилось, как она выглядит, как она управляется, как это сейчас воспринимается. Жаль, только на русский не перевели. Это, наверное, единственный минус, который можно было придраться, потому что с Metroid Prime Remastered получилось прям, ну, идеально. Они выпустили игру в день анонса, то есть на директе сказали, а вот сегодня выходит Metroid Prime Remastered, и он прям сегодня выходит, и еще и 40 баксов, а не фулл прайс. В общем, я просто был в огромном восторге, с удовольствием перепрошел эту великую игру, всем рекомендую, ну, разве что да, русского языка нет. Едем дальше, третье место. Pikmin 4. Не ожидали? Честно говоря, я сам не ожидал. Серьезно, я уже снимал когда-то еще обзор третьей части Pikmin'ов, где я говорил, что я эту игру и люблю, и ненавижу. Мне нравится, как она выглядит, мне нравятся основные геймплейные фишки, но мне не нравится, что она жутко нервная, и там прям, там постоянно тебе игра, там все не теряются эти Pikmin'ы, управление неудобное, и фрукты заканчиваются, все, и ты просто в постоянном стрессе каком-то, ну, игра должна тебя держать немножко в стрессе, ну, чуть-чуть, знаешь, в тонусе, я бы сказал, не в стрессе. А Pikmin 3 держит именно в стрессе. И поэтому, когда четвертые Pikmin'ы выходили, ну, я как бы ничего не ждал, думаю, ну, прикольно, там некоторые хайповали, вот Паша Наот очень сильно хайповал, я думаю, не, ну, я посмотрю, конечно, безусловно, на четвертых Pikmin'ов, но что-то я пока не готов делать какие-то, знаете, ожидания, но когда игра вышла, я в нее поиграл, и я понял, что они исправили все, вот просто все исправили, что меня бесило. Просто вот взяли, вот как надо сделали, вот как с Metroid прям ремастер, вот так же сделали, вот прям, чтобы идеально было, прям, чтобы вот не придерешься, ну, кроме того, что русского языка нет. Ну, и да, вторая придирка, то, что там самое начало игры, оно очень медленно, тебя буквально на каждом шаге останавливают, начинают что-то объяснять. Это, кстати, можно вообще не читать, серьезно, если вы не знаете английский язык, вы все равно можете поиграть в Pikmin'ов, вообще ничего не читать, вы там все поймете, вот все поймете, я вам гарантирую, то есть игра прекрасно визуальными какими-то методами, или там музыкой, мимикой даже героев местами покажет вам все, что надо. Именно поэтому этот текст, который тебя постоянно прерывает, выглядит как бы лишним, но окей, это вот такой минус можно у игры выделить, а в остальном мне все понравилось. И дополнительные вот эти миссии, и челленджи дополнительные, и вот эти миссии один на один, где надо соревноваться, кто быстрее там наберет больше очков, и такие прям сражения друг с другом, и уровни новые мне понравились, и картинку освежили очень классно, и на свече это все классно выглядит, работает и в портативе, и в ТВ-режиме. И управление наконец-то удобное. Я возвращался потом, после вот Pikmin 4, в предыдущей части, и я такой, ну да, да, вот прям вот не хватает каких-то вещей. И вот этого автонаведения на цель, куда ты хочешь бросить Pikmin'ов на цветочек там, или на врага какого-то не хватает в некоторых старых частях. Короче, все сделали в четверке идеально, единственный вот, наверное, еще, можно сказать, минус такой, нет нормального режима вдвоем. То есть можно играть один против другого, это дополнительные вот эти челленджи, миссии, а вот основной сюжет вдвоем, ну, проходить можно, ну, как бы неинтересно. То есть, по сути, играет все равно один, а другой ему просто помогает, облегчает его игру. В третьей части было полноценное прохождение вдвоем, и мы с ребенком играли, потом уже после четверки, потому что и ребенку моему очень понравилось, и мне очень понравилось. И мы захотели поиграть вместе уже, но, да, мы вернулись в третий Pikmin'ов, и я вспомнил, насколько это нервная игра. Вот, кстати говоря, наиболее близкая к Pikmin 4, Pikmin 2. Вот, вышел тоже, по-моему, как раз в этом году, вышел картридж Pikmin 1 плюс 2. Мне ачивка его привезла, спасибо им большое, и вот я поиграл, и понял, что вторая часть, вот она прям очень похожа на четверку. Ну, точнее, четверка очень похожа на вторую. То есть, первая часть, но она слабенькая. Да, она задала какое-то направление, открыла новую франшизу, но, в общем, и все. То есть, сейчас в первую часть можно не играть, если вы не какой-то яровый фанат, или если вы не прошли прям все остальное. А вторая часть, вот если вам понравились Pikmin 4, вот мне кажется, после четверки во вторую надо вернуться и поиграть, потому что очень многие вот эти приятные моменты, которые именно вот радуют по геймплею, они, можно сказать, начались еще со второй части, и да, частично их в третьей потеряли. То есть, из третьей, видимо, пытались добавить в игру больше челленджа, добавили, но добавили и больше нервяка. Потому что в четверке, как мне кажется, и с челленджем нормально, особенно вот эти вот миссии, где тебе нужно против компьютера играть, как вот миссии один на один с игроком, такие уже, такие же вот эти миссии и челленджи против компьютера, которые тебе, ну, по сути, нужны для стопроцентного прохождения игры. И вот там челлендж, что надо. Ну, короче, на третьем месте Pikmin 4. Всем рекомендую, особенно если у вас есть Nintendo Switch, камон, чего ждете? Бегом за кариком. Ну, или в eShop'е можно купить. Второе место. Super Mario Bros. Wonder. Знаете как, я вот, наверное, единственная причина, по которой эта игра на втором месте, а не на первом, потому что она короткая. Причем, вот знаете какой момент? На самом деле, Super Mario Bros. Wonder имеет достаточную длительность для типичной игры серии Super Mario Bros. Ну, то есть, если ты хочешь вот прям ее пройти нормально, ну, даже не совсем на 100%, ну, так прям, чтобы вот зачистить все, что ты можешь зачистить, это примерно 15 часов. Ну, если ты хочешь там на 100%, там уже, конечно, от скилла зависит, насколько ты быстро пройдешь все эти челленджи и с нужными там таймингами, со всеми делами. Но игра Super Mario Bros. Wonder получилась настолько классной, что ее мало просто, мало. Хочется такого много, хочется еще три раза по столько же, ну, или хотя бы два раза еще по столько же. С одной стороны, можно сказать, что, ну, она легче, чем то, что было раньше. Но, с другой стороны, Super Mario 3D World, например, тоже не особо-то сложная. Ну, пока ты не доходишь до последнего мира усложненного, дороги чемпионов, все дела, ну, Super Mario Bros. Wonder тоже такое есть. Но мне кажется, даже то, что люди Super Mario Bros. Проходят так быстро, это не потому, что игра очень легкая, а потому что она настолько притягательная, что от нее невозможно оторваться, что ты сидишь и просто как зомби, наверное, проходишь эти уровни, прыгаешь, меняешь различные бейджики, пробуешь усиление, открываешь секреты, ищешь секретные проходы. Слушайте, меня в некоторых частях Super Mario Bros. вообще не интересуют секретные проходы. Я играю в New Super Mario Bros. 2 и думаю, нет, ну, может быть, если я захочу ее, конечно, на 100% пройти, я буду искать все эти секретные проходы. А в целом, прошел игру, и ладно. Конечно, первая New Super Mario Bros. на DSK, или New Super Mario Bros. V, или New Super Mario Bros. даже U, которая выходила на Wii U и сейчас вышла на Switch, они, конечно, получше, но все равно Super Mario Bros. Wonder в серии именно двухмерных Super Mario Bros. это просто шедевр, и это моя самая любимая сейчас игра из серии двухмерных Super Mario. Я очень бы хотел, чтобы Nintendo выпустили какой-нибудь DLC к этой игре, куда бы просто уровней добавили. Пусть сложных, легких, лучше таких среднесложных и сложных, то есть совсем легких не надо уже, совсем легкие есть, и здесь их хватает. Да, посложнее, но я бы за это DLC фулл прайс бы отдал серьезно. Напишите мне в комментах, у кого такие же ощущения, потому что реально хочется больше этого, хочется заново все перепройти, но заново ты уже видел эти уровни, ты уже сталкивался с этими сюрпризами, которые тебя там поджидали на каждом шагу, ты уже знаешь их, и хочется новых впечатлений, новых сюрпризов, чтобы игра по-новому удивляла, не знаю, Super Mario Bros. Wonder 2, или DLC. Если вторую часть сделать, и Nintendo, пожалуйста, подлиннее. Я уже рассказывал, что самое классное в серии Super Mario Bros., у меня был видос про это, это прыгать. И вот Super Mario Bros. Wonder сделали все еще классные прыжки, здесь Mario никогда не подводил, ну, разве что в Mario Galaxy в первой части очень мало прыжков было, и в принципе платформинга, да, и в Sunshine не очень, я ее вообще не люблю. Но сделать так, что практически каждый уровень предлагает тебе какие-то механики, какой-то контент, который не встречался тебе раньше в игре, ну, может быть, поэтому она и коротковатая. Фантазия тоже не безграничная, знаете ли, даже у Nintendo. Ну, а перед тем, как мы перейдем к первому месту, давайте-ка несколько вот этих достойных упоминаний игр, которые я просто бы хотел отметить, потому что я ничего от них не ждал, внезапно познакомился, и мне вот понравилось. И первая игра, которую я хочу здесь отметить, это Give Me Toilet Paper. Это очень странная игра, она очень кринжовая выглядит. В чем ее суть? Человек застрял в туалете, у него нет туалетной бумаги, и он из-за этого очень расстраивается. А ты управляешь туалетной бумагой, и тебе нужно провести вот этот рулон туалетной бумаги через все препятствия, вот к этому человеку, чтобы он, так сказать, порадовался, да. При этом предполагается, что ты реально возьмешь настоящий рулон туалетной бумаги, засунешь туда джойкон, возьмешь какую-нибудь досочку, и будешь эту бумагу катать. Из этого состоит геймплей. Катаешь ее туда-сюда, там подпрыгивать, по-моему, еще в каких-то моментах надо. Не, без шуток, конечно, игра выглядит максимально криво и просто, но количество разнообразных геймплейных ситуаций, которые возникают в этой игре, ну вот серьезно, я когда проходил эту игру, я ее полностью прошел на стриме, ее регулярно заказывали на стримах по заявкам, я говорил, что, слушайте, ну здесь геймплей разнообразнее, чем в God of War. Вот попробуйте оспорить по фактам, по фактам, не глядя на картинку, по фактам. Количество геймплейных ситуаций, количество челленджов, количество каких-то головоломок, загадок, я имею в виду экшн-головоломок, то есть, как вот тебе вот это все делать, потому что, тоже примерно как Super Mario Bros. Wonder, практически каждый уровень предлагает что-то новое, и тебе нужно с этим как-то справляться. И да, игра тоже, не сказать, что сильно длинная, ну, за, не помню, за сколько стримов я ее прошел, то есть, у меня где-то, может, часа четыре на это ушло, может, больше, но я даже получил какое-то особое, может быть, немножко извращенное удовольствие. Следующая игра, которую я хочу отметить, это Hammer Watch 2. И знаете, я тут припоминаю, что раньше я постоянно видел логотип первой части Hammer Watch, ничего про нее не знал, никогда в нее не играл, или, может, один раз что-то поиграл, ничего не понял. Ну, суть в том, что первая часть, она даже, говорят, совсем другая, а вторая часть, это уже, как бы, описать. Здесь есть немножко от диаблоидов, потому что это экшен-РПГ, тут у тебя прокачка, различные умения, тебе нужно разваливать монстры в пещерах, не в пещерах, на улице, везде. Да, с другой стороны, здесь есть что-то и это типичное РПГ, у тебя есть квест, у тебя есть задания, причем есть задания, которые ограничены по времени, и здесь в игре есть время, и оно идет, и это на что-то влияет, и, например, если ты ночуешь в гостинице, ну, ты проматываешь время, если тебя убивают, ты можешь возродиться, потратив небольшое количество денег и времени. Есть такие квесты, когда ты приходишь, тебе человек говорит, давай, вот, ну, вот, помоги мне, я тебя вознагражу, если поможешь, но если не поможешь, если там, где-то там уйдешь, долго будешь делать, то я сам это все сделаю, и сам реально все сделаю, ты потом приходишь, все, квеста нет, а здесь есть крафт, ты можешь крафтить различные штуки, которые там тебе помогают, какой-нибудь топор, чтобы добывать дерево, ну, которое тоже нужно для крафта, какие-нибудь ягоды можно добывать, варить из них зелья, рыбачить можно, но по рыбалке, конечно, довольно простая мини-игра, могли бы посложнее, поинтереснее сделать, но тем не менее, короче, множество таких разнообразных вещей, и сама игра воспринимается как такое приключение, при том, что у нее есть сюжет, у нее есть сценарий, который нужно проходить, вообще у нее есть даже мультиплеер, и сюжет можно проходить вчетвером, минус права в том, что вот, если ты начал играть один, все, это одиночная игра, ты в нее играешь один, если начал играть в сетевую игру, ну, это сетевая игра, то есть нельзя одиночную игру сделать сетевой, к сожалению. Еще мне очень понравилась картинка в игре, то есть я люблю такой прям качественный пиксель-арт, он очень качественный, вообще изначально, по-моему, листал скидки на Nintendo Switch, на одном из стримов, где мы скидки смотрели, увидел просто картинку, увидел скриншот, вот этот конкретный скриншот, и я такой, блин, я просто хочу узнать, что это за игра, и может быть даже поиграть в нее, в итоге я поиграл, купил, и теперь, думаю, может быть купить на PlayStation, потому что на Switch она работает не очень стабильно, там нету 60 FPS стабильных, там, по-моему, даже 30 не всегда стабильный, то есть с производительностью есть проблемы, хотя на самом деле еще игра там очень множество просто со временем, по мере прокачки становится механик, и в принципе изначально она вообще под ПК делалась, но на консолях играть можно, я справляюсь, вот только производительность повыше хочется, пока я мало в нее наиграл, возможно, если бы я наиграл в нее больше, может быть она даже бы вошла в основной список лучших игр этого года, в любом случае мне хотелось бы ее отметить, ну, вот, отметил. Ну, еще одну игру, которую я хочу очень отметить, это Atomic Heart, тут, конечно, это уже никакой не hidden game, то есть про эту игру многие знают, многие слышали, она вообще многим понравилась, она выстрелила и все такое, и просто я был один из тех людей, который в нее не очень верил, но да, еще год назад, в ноябре, по-моему, была презентация, где я поиграл в эту игру, убедился, что нет, она все-таки работает, все-таки там нормально, игра существует, у нее есть механика, у нее есть прикольная там графика, все можно играть, но потом она еще и реально вышла, еще и реально на консолях, и на консолях в нее тоже можно играть, еще и от российских разработчиков, ну, сейчас они скорее кипрские, ну, понятно почему, ну, тогда, знаете, и Stalker 2 делают чешские разработчики тогда, да, короче, поиграв, конечно, в Atomic Heart, я понял, что игра, наверное, не совсем моего плана, потому что мне все нравилось, практически все, когда я был в комплексе Вавилова внизу, когда я вышел на поверхность, и я не очень оценил, то есть потом, когда снова заходишь в помещение, снова становится классно, но вот из-за этого игра у меня такая рваная немножко получилась, да, то есть она, вот ты выходишь на поверхность, она вроде пытается быть Far Cry, но это, естественно, совсем не Far Cry, и, в принципе, получается так, что там, ну, слишком на тебя наваливают все на поверхности, и ты, ну, не погулять, не посмотреть красоты, ничего не можешь, ты просто постоянно шкеришься, думаешь, там камера, там этот самый, пчел, как это называется, улей вот эти летают, и думаешь, блин, как бы тут вообще пройти, и это местами напрягает, поэтому, в целом, наверное, игра не моего плана, и я ее не стал включать в основной список 2023 года, но именно из-за того, что я в нее, не верил, а она вышла и вышла хорошей, я все-таки хотел бы ее отметить. Ну и возвращаясь к основному списку, последняя игра на сегодняшний день, и лучшая для меня игра 2023 года, а то, может, и не только года, а то, может, и последних 10 лет, ну, это, естественно, что еще тут можно было ждать, конечно же, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Мне нравится быть фанатом Nintendo, потому что когда ты фанат Xbox, например, и, ну, я тоже был в стане фанатов Xbox, я знаю, как это работает, ты что-то ждешь, тебе что-то обещают, потом что-то выходит, потом что-то не выходит, выходит оно не совсем такое, потом начинают говорить, нет, ну, эта игра не такая, это вот надо было, не надо было столько ожидать, ваши ожидания, ваши проблемы, и все такое. Но когда ты фанат Nintendo, я же уже рассказывал, я и предыдущую-то Зельду, Breath of the Wild, ждал с опаской, потому что, да, она, казалось бы, разрывает каноны, которые, которым я привык, по крайней мере, играя в предыдущие части. Я думаю, какой она будет, ну, фиг ее знает, она вышла потрясающе, одной из лучших игр, когда-либо созданных. И тут я думал, ну, а как можно превзойти Батву, в принципе, неужели можно сделать игру, которая будет лучше? И когда Nintendo вот такие показывали, вот, мы там что-то сделаем, там, крафт с машинами, я говорил, нет, что-то крафт как-то странно смотрится, подождите, говорю, наверное, это какая-то заготовленная машина, ты просто где-то найдешь, будешь на ней ездить. Но оказалось, нет, реально крафт. А потом я поиграл, и я понял, что это все вместе работает, я до сих пор не понимаю, как. Ну, то есть, да, можно сказать, вот есть там Minecraft, где ты можешь строить, что хочешь, есть там еще какая-то игра, где ты можешь делать и механизмы, что хочешь, да, но вы видели другую, такую приключенческую игру, с кучей классных механик, и чтобы все это работало вместе, здесь был бы крафт, в котором ты можешь делать, что угодно, ты можешь сделать какую-нибудь машину, какой-нибудь себе броневик, ты можешь сделать танк, ты можешь сделать робота ходящего, летающего, неважно, и это бы не ломало игру. Вы представляете, вот реально, где еще есть такая игра, основная цель которой не конструировать, основная цель которой не крафт, но в которой был бы крафт, и который не ломал бы эту игру. Я такой игры не знаю. То есть, здесь даже все эти возможности, которые дает игра, не выключаются, когда ты идешь по сюжету, когда ты входишь в сюжетный данж, тебе все это доступно до сих пор, и это просто вынесло мне мозг, Это просто потрясающе, это просто невозможно. И это, я снимал про это отдельное видео, но я повторю, это настоящий Next Gen. Вот эта физика, вот этот крафт, как это все вместе работает и как это не ломает игру. И работает без модов. Я помню, что когда вышла Ботва, на нее стало сразу много модов. Когда ее там взломали, в смысле, когда запустили на эмуляторах, там стало на ПК возможно играть. Куча модов, там паровозик Томас, как всегда. Но такое ощущение, что в терке моды даже не нужны. И наоборот, люди думают, как бы сделать самой игре, пользуясь механиками самой игры, какую-то невероятную штуку. Снимают об этом видосы до сих пор. И это потрясающе. Более того, благодаря в том числе этим механизмам, этим возможностям, прохождение самой игры, прохождение святилищ, оно стало максимально разнообразным. Так-то, в принципе, и в Ботве уже было достаточно разнообразия, точнее разнообразных методов, какими ты мог проходить святилища. Но сейчас я играл на стриме, я что-то конструирую, делаю, как пытаюсь решить задачу. Один человек пишет, да я вообще до этого не додумался. Другой, я по-другому проходил. Третий описывает свой метод прохождения, я понимаю, может быть, его даже лучше. И очень много разных способов, как проходить игру, как играть в игру. И можно совсем без крафта ее пройти. Можно вообще этим не заниматься, играть в нее по-прежнему, не знаю, как в Ботву в нее можно играть до сих пор. Можно себе челлендж поставить, пройти Legend of Zelda Tears of the Kingdom и вообще не пользоваться крафтом. Не пользоваться там ультер-рукой, кроме случаев, когда вот ты не можешь по-другому. Если игра от тебя требует, я не помню точно, есть ли такие места, может быть, есть одно-два. Но вот кроме этих случаев, мне кажется, можно ее все равно пройти. Вот она реиграбельность, которую все ищут. Ты каждую минуту делаешь что-то в Legend of Zelda Tears of the Kingdom, что ты мог бы сделать совершенно по-другому. И пойти в другие места, но это, опять же, было еще и в Breath of the Wild. И играть по-другому. Мне нравится, что теперь оружие ты не просто добываешь, как в Breath of the Wild, ты его крафтишь. И я сначала, я даже снимал тоже про это видео, думал, ну как-то странно-криво эта механика работает. Берешь какой-то камень, на палку цепляешь, что это за фигня? Но потом, когда я поиграл, я понял, что это в том числе игра, которую я давно жду. Monster Hunter в открытом мире. Ну, на минималках, конечно, поэтому я хотел бы, чтобы Monster Hunter все-таки такой был. Может быть, Monster Hunter Wilds такой и будет. Но ты берешь оружие, идешь на какого-то монстра, убиваешь его, забираешь с него его детальку, рог или что-то из него выпало. Крепишь на свое оружие и получаешь убер-пушку, убер-оружие. Жаль, что да, ломается все. В принципе, проблема не в том, что ломается. Проблема в том, что быстро ломается. Хорошо, что хотя бы теперь оружие, если ты скрафтил, оно ломается дольше. Потому что в Батве все ломалось очень быстро. Сейчас скрафченное оружие ломается дольше, у него выше прочность. Но да, я бы хотел все-таки, чтобы можно было одним видом оружия завалить хотя бы одного левра полностью. Вот ты просто бьешь левра, какого-нибудь сложного, там, серебряного. И чтобы ты мог вот одним видом оружия его развалить, а не та, что тебе нужно несколько, потому что у тебя ломаются они. Это да, это вот претензия. Но, наверное, единственная претензия, которая у меня осталась. Потому что мне очень понравилась и возможность летать по небесам, и возможность вот эти каверны. Ну, многие говорят, вот они там душные. Не знаю. Я вообще, когда первый раз спустился в каверны, я офиген. Они что, вообще просто невероятно. То есть, я говорю, как классно быть фанатом Нинтендо. Тебе компания что-то рассказывает, и ты не просто ждешь хорошего чего-то. Ты ждешь, что еще лучше будет, а они еще лучше делают. То есть, потрясающе же. Но самое главное изменение Tears of the Kingdom по сравнению с Батвой для меня, это пещеры. Потому что я говорил, вот в Батве мне не хватает пещер. Там, ну, просто бывает, что-то камнем завалено, взрываешь камень, и там, ну, просто какая-то вот такая сферическая область. Ну, с полом, ладно, ровно. С обрезанной сферой. И там что-то лежит, сундук какой-то, и все. А здесь нормальные пещеры, ты по ним путешествуешь. Пещера может быть большой, может быть маленькой. У нее может быть множество секретных проходов. Иногда ты проходишь, пещеру вроде бы большую, и ты не заметил, что там есть еще, если пройти, а там еще столько всего. И там какой-то илуд цены лежит, и враги какие-то прикольные. Это просто настоящее приключение. Просто невероятно. Я получил огромное удовольствие. Вот Breath of the Wild я играл с момента выхода до момента выхода Tears of the Kingdom. То есть в 17-м году, 3-го марта вышла Breath of the Wild, и вот 12-го мая 2023-го года вышла Tears of the Kingdom. Все это время я играл в Breath of the Wild. А теперь я буду играть в Tears of the Kingdom. Короков найду, еще что-нибудь найду. Потом буду какие-нибудь машины делать. Там вон люди уже показывают в интернете. Делают какой-нибудь механизм, идут на Глиоков, это такие трехглавые драконы, один из самых жирных мобов в игре. И просто выносят их там за минуту, а то и быстрее. Вот буду какие-нибудь такие вещи придумывать. Просто невероятное количество возможностей, невероятное приключение. Я даже теперь не представляю, что вообще может быть следующий Legend of Zelda. Может действительно лучше было бы следующий Legend of Zelda сделать камерной. Ну, для контраста. Но с другой стороны, опять же, я не ожидал, что разработчики смогут превзойти Breath of the Wild. А они это сделали. Как? Не знаю. Но они это сделали. Ну, может быть и Tears of the Kingdom когда-нибудь превзойдут. Напишите мне в комментах ваш топ игр 2023-го года. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty. Вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok